Ваш вопрос. Вот смотрите, послушайте меня, послушайте меня, я сейчас объясню эту ситуацию. Дело в том, что вот такие лекции не я должен читать. Есть традиционная культура. Вот сейчас ситуация какая складывается, смотрите. Сейчас все традиционные культуры, которые существуют в России, они читают внутриконфессиональные лекции по нравственности. А лекции по нравственности надо читать межконфессиональные. Это значит, что надо отойти от идеи своей конфессии и говорить людям просто о том, как надо жить. И тогда, если, допустим, у вас есть какая-то вы, ну, большинство людей находится в традиционной культуре. И они должны ходить в основном на лекции тех, кто находится в их же вере и культуре. Понимаете? И тогда не будет вопросов на чту лекцию приходила. Это не моя проблема, понимаете, если больше некому делать эти вещи. Вот я говорил со многим людьми, которые находятся, я как бы ведаю, это, ну, будем так говорить, нетрадиционная культура в России. То есть, ну, скажем, будем даже говорить, новая какая-то культура, хотя она, в общем-то, давно забытое старое, но тем не менее. Есть лектора, находящиеся в традиционной культуре. Они должны давать лекции так, чтобы своими лекциями не тянуть свою веру, а просто давать на нравственной платформе. Они должны давать лекции для всех, а не только для верующих в свои веры. Вот как должна работать система воспитания людей. Конечно же, нравственные лекции в своей вере никто не отменял, но я сейчас говорю о том тех людях, которые не находятся внутри какой-то конфессии. И если такие лекции проходят, нравственные, кто-то читает, все могут туда приходить, люди любой веры. Понимаете, если бы эта культура у нас в стране была широко развита, не было никакой проблемы, на какую лекцию вы пошли, этого человека или нет. Вся вот эта вот среда лекторов, которые бы обучали людей нравственности, она была бы под одной эгидой. И в них, в этой среде, не было никаких различий, потому что эта среда, она не предусматривает именно духовное углубление, она предусматривает углубление личности. Но эти лекции именно верующий человек должен читать, потому что без веры невозможно нравственность понять. Вот в чем проблема. А то, что ваш отец боится, то, что вы на эту лекцию пришли, это нормально. Потому что всегда страшно, что касается духовности, и когда ее читает человек, которого я не понимаю, это всегда страшно и понятно. Можно я еще чуть-чуть уточнить? Там даже, знаете, подход скорее такой, то, что вот мой папа, он может мне дать правильно сказать, как жить, и он может все для меня решить. Конечно. А все остальное – это лишнее. Конечно. И вот вопрос правдивости. Мне бы хотелось ему рассказать про вас, про ваши лекции. Да, я первый раз, но честно, мне они как-то близки. Но я не знаю, стоит ли ему рассказывать, потому что я боюсь очень негативной реакции, честно. Я должен вам сказать ответ. Если можете, буду благодарны, если нет, то нет. Если я вам дам прямой ответ, это меня комплиментирует как личность немедленно. Ответ будет выставлен в интернет. Его все будут обсасывать, кто ненавидит меня. Олег Геннадьевич, я не хочу вас комплиментировать. И причем даже если я любой ответ скажу. Допустим, если я скажу, ходите на лекции, не говорите ему. Тогда в этом случае они скажут, вот, смотрите. Человек призывает к обману. И при этом разрушает личность. Представляете, людей вербует. Вербует себе людей таким образом. Обман этот сал заставляет. Теперь я второй вариант. Я говорю вам. Скажите отцу правду, не ходите на мои лекции. Жестокий человек вообще. Что пришел к нему на лекцию? Он отвергает этого человека вообще. Так что мне сказать вам? Решите сами. Я вам одно всего лишь вечно скажу. Знаете, что если вы будете любить своего отца, он всегда вас поймет этими во всем. Бывают иногда такие ситуации в жизни, когда очень трудно соединить жизнь со своими родителями. Очень трудно. Но если ты искренне их любишь, тогда соединение возможно. Родители больше хотят неправды от вас, они хотят любви. Допустим, папа не хочет, чтобы вы так поступали. Но вы поступаете. Но если вы любите своего папу, он вас простит за это. Сто процентов. Вот этого надо разделить. Допустим, девушка полюбила парня. Родители не хотят, чтобы нас было с ним. Но если она их сильно любит, они примут ее и простят. Обязательно. Поэтому проблема не в том, что папе это не нравится, а проблема в количестве вашей любви к нему, которая все косности и принципы должна растопить. Любовь выше всего. Поэтому видите в этой ситуации нехватку вашей любви к вашему отцу, а не противоречие ваших взглядов на жизнь. Любовь соединяет все. Я знаю много примеров, когда у людей вообще разная вера, и они соединены любовью так, что у них нет различий в жизни. Такие примеры есть. Я вам по факту дал ответ на ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Правда, сложная штука не знает. Ее понять очень сложно.